Телемонов Павел Олегович, это у нас заместитель начальника Центра пропаганды Минского городского управления МЧС. Спасибо, всем доброе утро, между прочим, МЧС на связи. О, вот так вот, официально. Павел, мы тут решили с вами пообщаться. Давай на ты, мы же на ты. Мы решили с тобой пообщаться на тему насущную, ну, МЧС это как бы такая вещь, которая незримо присутствует. В жизни каждого человека. В жизни нас и регулярно возникают какие-то необходимости к вам обращаться. Хочется позадавать вопросов и прояснить немножко, по каким поводам это можно сделать, да и в принципе какие-то житейские вещи узнать, как они происходят. Давай начнем сначала. Как вообще люди попадают в МЧС, с чего начинается вот путь? И что для этого нужно? Ну, для начала просто надо быть хорошим, добрым человеком. Так. Загибай, мальчики. Я так понимаю, ты пришел в комиссию и говоришь, я хороший, добрый человек. Возьмите меня на полное обеспечение. 90 баллов есть у вас, давайте дальше. Да, ну, естественно, это физическая форма, да, ну, здоровье, да, это немаловажно. Ну, и, естественно, как бы знание, потому что при поступлении в наши вузы необходимо сдавать и такие предметы, как математика. А почему вузы, их несколько вузов у вас? Ну, у нас один вуз, пускай будет так, у нас, получается, и в Гомере был, сейчас у нас уже один вуз, это университет гражданской защиты, вот так он называется, да. Так что, ну, еще раз говорю, это знание хорошее, да, как бы учиться надо в школе, хорошо. Ну, естественно, поступать в институт, потом после института становишься настоящими спасателями. Пять лет обучается, да? Четыре, вообще, Леша, по твоей теме, тебе нравится все, в сокращенном варианте. Можно сразу я спрашиваю, а девушек берут? Да, конечно, девушки также у нас, ну, чего же берут, они у нас и работают, действующие наши также спасатели, наши красавицы, они у нас, конечно, работают и в пропаганде, в направлении государственного пожарнодзора, то бишь, это инспекция наша, в общем, да, также в нашем коллективе есть девушки. Ну, конечно, в основном это парни, да, все-таки на пожар и спасают людей, вот, те самые, ну, отлаженные мужчины. Отучился и потом куда? Ну, отучился, потом ты уже выбираешь направление, да, это либо конкретно заниматься тушением пожаров, ну, спасением людей, либо... Либо в маркетинг, ездить на большой красной машине. Да, да, ну, кому нравится, да, ну, и либо уже осуществлять такие надзорные функции, да, что касается проверки объектов на состояние пожарной безопасности и так далее, в общем. Ну, и, в принципе, еще есть направление пропаганда безопасности жизнедеятельности, обучение населения. Ну, так вот, если честно, вот, человек, любой человек сможет себя реализовать у нас, это точно. Слушай, у меня вот конкретный к тебе вопрос. Вот скажи мне, почему вы самые крутые из всех служб? А, я сейчас объясню, почему. Потому что, вот, если зайдете... Дай ты хоть человеку на твой вопрос, ты уже сам начал. Нет, нет, если зайдете в YouTube и вобьете там видео МЧС, то у них самые креативные ролики. Ролик, который, вот, когда там за пропаганду неупотребления алкоголя, Это я забыл, да? Вот, для того, чтобы люди не употребляли алкоголь на пляже, там какое-то невероятное количество просмотра. Нетрезвые купальщики. Во-во-во, когда там нетрезвый человек идет в воду, вылазит водолаз, свинка. Про грибы тоже, вот, пародия на трек грибов тоже. Казалось бы, да, вы... Можно вас назвать военизированной структурой? Да, ну, пожалуйста, Алексей. Военизированная структура, но самая креативная. Почему, я вот хочу спросить, почему другие так не могут и почему вы можете? Слушайте, ну, первое, что хочу сказать, огромное спасибо нашему министру Ващенко Владимиру Александровичу, Потому что он нас поддерживает вообще во всех. Смотри, у Паши звездочка начала появляться на погонах. Не, я серьезно, потому что от руководителя многое зависит. У нас и начальник Республиканского центра пропаганды Дмитрия Елена Георгиевна. В общем, они такие у нас креативные люди. Те, которые говорят, да, хотим, да, давайте. Что не предложи, поддержит. Плюс еще сами, естественно, инициируют очень много классных проектов. Один из проектов, в который я пришел, вот у меня даже здесь наглядно есть. Вот не жди белочки, туши окурок. Не жди белочки, туши окурок. Слушай, вот эти вот всякие штучки. Я вот помню, вот до сих пор помню, не вру, не учил. Года четыре прошло, но каждая жабка солнышку рада. Выпил немножко, водичку не надо. Вот я почему-то помню. Леш, ну, а вот это тоже был очень крутой проект, который мы осуществили. Да, действительно, прям сразу фурор, вау. Это был нестандартный подход. Вот сейчас вот по примеру, да, не жди белочки, туши окурок. Я хочу посмотреть здесь просто... Конкретно, если честно, это наша основная проблема, что касается пожаров и гибели людей от них. А почему белочка? Ну, белочка, потому что... Люди, которые не тушат окуроки, они типа, понимаете... Тут уже немножко есть доля юмора, если вы прочу, да, не жди белочку, потуши окурок. Все понятно. Да, в принципе, все понятно. Ну, первое, что белочка, потому что как-то так вот, ну, она быстрая, шустрая, любопытная, да. Да, естественно, именно тот такой милый зверек, который может... Да, она веселая еще, улыбается. Вы потом увидите ролики, у нас только вот пропагандистская вот эта компания у нас началась, поэтому потом будут и ролики, вы увидите, что белочка там спускается там прям на парашюте, там тушит окурок за человеком, который вот забыл его потушить и так далее. В общем, ну, в принципе, это такая вот компания, которая уже стартует, уже стартанула, можно сказать, уже началась, это с понедельника, вот. Но самое вкусное будет чуть-чуть попозже, вот вы все это увидите и на радиостанциях, и роликах, и так далее. Сейчас дадим немножко Павлу передохнуть, потому что объявим... Только все началось, да, скажешь? Да, объявим конкурс, потому что здесь, говоря о шустрости и скорости белочки, я скажу о том, что скоро шустрым будет наш Алексей Пулачков. А, мы же, слушай, что принесли, Паш принес подарок. Что сегодня в подарок у нас будет? Да, значит, ну, в подарок мы долго думали, что можно подариться, ну, как бы, кому нужен... Я надеялся, будет большая пожарная машина. Да, кому нужен пожарный рукав, либо наша машина, она сама нам нужна. Вот, ну, мы готовы подарить огнетушитель, который пригодится любому автомобилисту. Автомобильный огнетушитель. Автомобильный, ну, как бы, да, компактный, хороший, порошковый. Все, хотите такую штучку, далеко не убегайте, оставайтесь с нами. И находите эфирный вайбер, плюс 375, 29, 107, 11, 88. Вы уже можете начинать делать прогнозы, свои ставки. Подожди, не рассказывай. По какому именному поводу, Леш? А ты хочешь рассказать? Да, да. Хорошо. Павел, мне сейчас, как это, униформа правильно называется? Да, совершенно верно, боевая одежда. Вот, в боевую одежду меня облачат. И что будет происходить дальше? Слушателям нужно угадать, за какой промежуток времени Алексей Клочков все это сделает. Снимет. Нет, да. Здесь разденется. Да, снимет, разденется, конечно. Разденется, потому что, да, наши профессионалы, у них задача быстро, собственно говоря, надеть эту форму, да, надеть. А вот ваша твоя задача просто раздеться. Поэтому свои прогнозы присылайте в эфирный вайбер, плюс 375, 29, 107, 11, 88. Уже можете начинать это делать. Все возможно. Что ж, братцы, ребятушки, неплохо выглядит сейчас Алексей Клочков. Как он себя чувствует, давайте узнаем. Это очень смешно. Давай, давай мы тебе еще микрофон включим, еще прикольнее. Давай, спасибо. Я просто без наушника подозрительно как-то вот легко мне. Сейчас сколько вот это все весит, Паш, скажи. Давай, кстати, представим еще раз нашего гостя. Да, конечно. Филимонов Павел Олегович, заместитель начальника Центра пропаганды Минского городского управления МЧС, или просто Павел для нас? Да, хороший друг Паша, я его знаю много лет. Приятно, приятно, что... Слушай, я не знаю, вместе с тобой? Вот, кстати, да, надо вычитывать. Ну, я думаю, что вот прямо сейчас, вот что касается баллона, да, каски и самой боевки. Боевка, вот хорошо. Да, да, ну по-нашему, да, наши сленги. Это как не шланг, а рукава. Ну, я уже тоже, можно говорить, по-нашему. Это не пожарник, а пожарный. Ну, в общем, это то, что все знают. Давай так, ну, боюсь сказать конкретную цифру, да, но у меня самое главное, вот честно, у меня сейчас в голове одно, как ты это все снимешь? Вот, честно. А самое интересное, за которое проведет времени. Настолько боится сказать цифру, что у него одни буквы остались. Да, да, одни буквы, это точно. А почему об этом разговор идет? Потому что мы решили провести небольшой эксперимент и заодно подарить вам подарок. Но если вот это классические варианты, которые, мне кажется, и на соревнованиях они проходят, и на любом радио, когда за время надо облачиться в боевку. Мы решили пойти от обратного, потому что мы, как радиоведущие, у нас самое главное, эфир закончился, побыстрее лечь спать, чтобы подготовиться, да. Мы решили на время раздеваться, то есть меня уже облачили, и я буду попытаться. Кстати, что вот после того, как ты приехал с пожара, что делают бойцы обычно? Правда спать ложатся? Да нет, конечно. Типа служба хороша, только если не пожар. Да, вы же прекрасно сами понимаете, когда ребята заступают на сутки, там есть как бы свое конкретное расписание, когда кушаем, когда учимся. Когда пожар. А лучше, когда конкретно пожар, пожалуйста. Там все по регламенту, я понимаю. После трех не звоните, ну, нет, отставить. Конечно же, нет, они, да, естественно, готовы всегда на выезд, в любом случае, есть отдых для сна, это минимальное количество часов, там, да, в любом случае, чтобы каждому человеку, но при этом всегда, естественно, они готовы. В общем, я хочу сказать, ты будешь раздеваться, но вот, грубо говоря, если по профессиональным нашим меркам смотреть, это порядка где-то до 18 секунд, это необходимо... Нет, облачиться, да, да, облачиться, так как ты говорил. Ничего себе. Мы здесь три минуты это делали, и он... Я вот, я почему про цифры, я говорю, что... Вот, но мы... Леш, у нас есть... Давайте напомним про нашу конкурсную активность. Сейчас нашим слушателям нужно догадаться, за сколько Алексей сможет это все с себя снять, полностью всю боевку, шлем и баллон. И прислать нужно ваши предположения на наш эфирный Вайбер, плюс 375, 29, 107, 11, 88. А, кажется, ближе всего, тот и получит огнетушитель. Теперь, Леш, чтобы ты понимал, на тебя уже есть минимальный срок 11 секунд. Да ладно, кто там в меня верит, мама, ты что ли? Тут даже есть около трех минут. Оптимистичный, да, самый максимум... Вот, три минуты это ближе. Три с половиной минуты. Слушай, ну я тебе скажу, вот сколько я здесь стою? Не потеешь? Две минуты. У меня уже тяжело стало. А, вот оно, Лешка, давай. Просто тяжело жить, а не то, что в этот раз не гружат. Это тебе не в микрофон тут, понимаешь, каждое утро. О, началось выключить, пожалуйста. Все, с нами был Павел Олегович, спасибо. Спасибо. Я готов засекать, Леш, ты готов уже? Да, я готов. Ну тогда на старт, внимание. Комментируй, что я делаю неправильно. Погнали. Все, Леша пошел, краги пошли. Все отлично, очки на месте. Прем, Лешка, давай. Все, можно будет, наверное, брать его в МЧС. Подожди, подожди, он еще только ремень снял. Нет, баллон не снимай, сначала куртку, потом уже баллон снимешь. Я очень надеюсь, что наши слушатели нас не только слушают, но и смотрят на нашем сайте, мир.by и в нашем мобильном приложении. Выглядит это забавно. Слушай, я переживу, я не знаю, все, ну, чуть-чуть еще. Давай, Лешка, штанцы пошли. Алексей, руку, последние секунды. Внимание, Анатолий Павлович. И-и-и-и. Ура! Есть! Есть! Сколько? 33 секунды и 47 сотых. Алексей? Ну, не так и плохо. Спасибо за твои жидкие аплодисменты, за попытку. Не знаю, насколько бы ты быстро оделся, но я тебе скажу, что... А есть вообще такой в МЧС норматив? Раздеться за время? Нет, наверное, может быть... Одеться есть, а раздевается уже каждый год. У нас точно такого нет. Да, поэтому тут уже индивидуально кто-то может быть кому-то это интересно. Самое удивительное, что у нас есть прям вот точнейший ответ. Без долей секунды, но Марина действительно оказалась права, максимально близка, 17,74. И Марина отправляется в шоу битвы экстрасенсов, я так понимаю, срочно. Судя по всему, да. Ну и не одна с огнетушителем в обнимку на своем автомобиле. Да, да, ну я с удовольствием хотел... Ну, подарим же огнетушителем, да? Конечно. Как-то передадите это. Обязательно. У нас, хотел сказать, можно у нас еще партнеры? Это Белорусское Добровольное Пожарное Общество. Вот спасибо им большое. Вот они также нам помогают. Вот и огнетушители, которые вот этот с удовольствием... Я надеюсь, победитель, он мне пригодится только на... А, в этом смысле, да. Я думаю, знаешь, такой типа, я надеюсь, вы передадите сомнение. Сами выпьем. А, это огнетушитель? Нет, тогда передадите. Тогда это, да. Пускай будет на всякий случай. В общем, вот такая вот у нас забавная активность получилась. Но это еще не все. Через несколько минут мы снова вернемся для того, чтобы продолжить общаться с Павлом. Потому что вопросы-то есть. И накопилось их очень много. И ответы нужны. Все возможно. Заместитель начальника Центра пропаганды Минского городского управления МЧС Филимонов Павел Олегович. У нас здесь в студии звучит страшно, но Пашка невероятно красивый и вызвал здесь ажиотаж у нашей женской аудитории. Да, некоторые требовали, между прочим, твоего продолжения, твоего перфоманса. Ну, чтобы я начал раздеваться, но мне понравился вопрос, чисто женский, Игорь, такой симпатичный. Молодой человек, женат, не женат. Сейчас подумаю. Избывайся. Подумаю, так и начал кольцо снимать. Нет, жена, конечно, двое детей. Все, есть. Скажи, вот этот вопрос мне нравится. А приходилось ли самому вот участвовать в каких-то вот прям таких... Бороть, побороть. Бороть, давай так. Да, естественно, ну какой офицер без боевой работы. Я сразу же после выпуска вот московский район охранял, можно так сказать, вот пожаров прослужил там. И, ну, что я могу сказать. Это адреналин, это своеобразный кайф. Это по-настоящему пожарное братство, это ребят, которые, вот не просто так мы говорим, 24 на 7, так оно на самом деле есть, готовы помочь, несмотря ни на что. Вот, первая наша задача, это спасти человеческую жизнь. Но потом уже думаем об остальном, да. Вполне понятно. Вот, между прочим, у меня вопрос про остальное. Вот были какие-нибудь забавные случаи, когда вас вызывали, что-то такое из ряда вон выходящее? Ну, что касается забавных случаев, их на самом деле очень много. Потому что, вот, если прослушать все разговоры, которые, ну, телефонные звонки, которые нам поступают. Да, а этом эксклюзив, заезжайте к нам. Да, ну, поступают звонки разные, да. В любом случае, как показывает практика и как мы видим, сейчас обращаются в МЧС по любому случаю. Вот градусник разбился, естественно, к нам. Уточки там застряли, это к нам. Значит, кошечка там мяукает, уже бабушка звонит, говорит, ну, ребятки, приедьте-то, помогите. Слушай, у меня, кстати, прямо насущный вопрос был. Вот голубь у меня в доме у родителей стояк, он часто, почему-то голуби попадают в это вентилицо. Это к вам вот звонить? Ну, вот видишь, ну, вот, если честно, вот смотри, ты сам можешь ответить на свой вопрос, куда звонить. Но в любом случае, сразу же, ага, ну, всплывает, да, МЧС. Не знаешь, куда позвонить. Да, ну, что, ты же знаешь, да, газовый, вот, телефон газовой службы. Абсолютно 8-0, если я говорю. 8-0. Ну, в скорую ты же не будешь звонить. Ну, естественно, звонят нам. Тут уже у нас номера простые, 101-112, вот, набирают. И, естественно, наши специалисты уже перенаправляют с учетом вот тех запросов, специфики. Слушай, а есть у меня такая штука, вот, знаешь, я знаю, что как раз насчет кошечек, правда, у меня такая мысль приходила. Я знаю, что в милиции есть понятие ложного вызова, да, когда позвонил, ничего не произошло, тебя могут оштрафовать. Вот кошка застряла, если я, мне жалко животик. Да, это ваш случай вообще. Если я позвоню, мне потом выставать счет, типа, смотри, я позвонил, вы приехали, а кошка слезла. Слушайте, ну, как по практике, даже не вспомните случай, когда прям, чтобы мы там штрафовали. Почему это не происходит? Потому что, повторяюсь, вы набираете, оператор у нас на связи, вы говорите свою проблему, а вам в ответ, да. То есть там разъяснят в любом случае. Конечно, у вас же там не система, как у нас есть молния, да, сразу хоп, что-то случилось, все сразу, ребята, поехали. Поэтому, в принципе, вот тут все понятно, разумительно. Естественно, наш диспетчер спрашивает, что, как, что, где, как, ну и так далее, так далее, так далее. Потом только принимается определенное решение. Так что за это не переживай, набирай, если тебе скучно, мой номер телефона 8029-637, да, и так далее. Либо уже, в крайнем случае, 112-1. То есть можно без, все, я бы не понял. Слушай, Паш, вот у меня почему-то всегда такое ощущение, когда общаешься с профессионалом, хочется узнать, насколько вообще сам сапожник при сапогах. Скажи, пожалуйста, вот с точки зрения пожарной безопасности. Так, Антон Павлович, все же хорошо начиналось. Вроде бы, ёж, молодец, разделся тут. Да, да, я понял. Да, ну, если честно, у меня, получается, ну, как бы, дочка есть и сын. Мой сын вот посещает наш музей Минского городского управления МЧС, и там вот обучение проходило, и его приезжает, переходит ко мне, и сразу вопросы начинает задавать. А уже, папа, а вот ты же у меня пожарный, да, а где наш там извещатель? А где огнетушитель? Ну, и я тут, бывает, краснеюсь, признаюсь, да. Потому что огнетушитель может быть в гараже, извещатель только на даче, хотя можно было бы, чтобы он был и в квартире, и так далее. Знаешь, вот вы не увиловили тонкую грань. Человек ничего с работы не приносит. Молодец. Я именно тот человек, который, когда проходить надо техосмотр, знаешь, другу набирает, у тебя есть огнетушитель, да? Да, да, да. Но, если честно, набирает всегда меня почему-то, да. Поэтому звоните, если что, да, а лучше выигрывайте вот в таких акциях, мероприятиях, как у вас. Слушай, кстати, про акции и мероприятия. Что, потому что всегда у вас это все очень весело и задорно проходит, что, может быть, чем-то удивите, что-то чем-то порадуете, какой-то новой акции положительной? Ну, насчет вот пропагандистской кампании, которая вам сказала, да, не жди, белочка, туши окурок, это то, что сейчас будем удивляться. Ну, а так у нас ежемесячно проходит акция. Сейчас акция «Не прожигай свою жизнь», направлена на предупреждение пожаров, гибель людей от них. Это по причине алкоголя и курения, вот это как бы основная проблема наша, да. Стандартные пятницы. Да, ну вот хотим объяснить, да, все-таки если вы выпиваете алкогольные напитки, пожалуйста, ну, как-то будьте бдительны, да, и если курите, то тушите окурки, курите в положенных местах и так далее. Вот, но что касается акции «Не прожигай свою жизнь», она у нас весь месяц идет. Вот у нас на той неделе у нас, ребята, общественный транспорт, это раздача наглядной изобразительной продукции и так далее. Вот сейчас на этой неделе мы, наши инспектора, пропагандисты и так далее, они работают на предприятиях, потом в вузы у нас в следующей неделе, а потом у нас финальный этап, вкратце быстро рассказываю, да, финальный этап будет в каких-то торговых центрах, в местах там, где люди, да, как бы-то, хотя и сейчас их не так много, в ученом ситуации, но все же, в любом случае, опять же, радио, телевидение, наши ролики, ну, мы стараемся быть везде, да, потому что именно такими способами мы сможем донести ту самую главную мысль. Предотвратить пожары, ребят, ну, как бы, позаботьтесь о безопасности. Давай, ну, хватит. Дайте им, дорогой, дайте отдохнуть, посидеть. Дайте ребятам в волейбол доиграть. Вот у меня еще вопрос, я как мама хочу спросить, а вы вот же посещаете вот сады и школы именно с просветительской деятельностью? Да, конечно, это вообще обязательно. Мы, в принципе, все посещаем, если честно. Бары, рестораны, клубы, все, куда зовут? Нет, дом престарелых в том числе, да, это садик, это школа. Вообще, дети — это основное направление, которому мы уделяем внимание, как бы, да, потому что, ну, это в наше подрастающее поколение. Культуру безопасности прививаем уже садика с четырех лет, и у нас инспектора приходят, и не просто в форме, да, потому что у нас есть и там мультик «Волшебная книга», да, где мы подключаем наших героев, у нас есть ростовые куклы, все это делаем с играми и там, и так далее. Сейчас Паш на меня такой смотрит, типа, подработать не хочешь. Смерял, с глядом. Реально подходит под костюм. У меня всегда был вопрос, что делает радиоведущий после обеда. Ну вот, Леш, ну а что? Согласен, а так залез в факел и пошел в детский садик. А так детям приятно. Поэтому мы с удовольствием, пожалуйста, Кать, напишите нам, мы приедем в ваш детский садик и проведем какое-нибудь отличное мероприятие, которое понравится детям. Ой, это было бы здорово. С пользой. Слушайте, а знаете как, давайте сделаем вот наш вайбер, плюс 3, 7, 5, 2, 9, 107, 11, 88, вот туда, если у кого-то дети как раз есть садик. Что к Кате только? Что это за блат? Нет, просто там, если хотите... А я не смогу, мне... Представляете, сейчас все скажут, давайте к нам. Слушай, так это нормально. Давайте к нам придут, а я расскажу потом. Этой зимой ваше корпоратива будет немного. Пускай у людей будет самое главное время. Ну тут что касается... Ребят, всегда на связи, с удовольствием. Перейдем и в гости, повторюсь, и проведем полезное мероприятие. Павел Филимонов, просто красавчик, и спасибо огромное за это. Спасибо большое, Павел. Я думаю, что уже можно четвертым сажать, да? Паша настолько себя комфортно здесь чувствует. У вас очень хорошо здесь, спасибо. Спасибо большое, что пришел.